МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доклад отражает состояние развития институтов гражданского общества в Ненинском округе в 2018 году. Именем Леонида Саблина предлагается назвать одну из улиц Наринмара. Обсудить этот вопрос депутаты горсовета намерены с привлечением общественности ветеранов и родственников Леонида Ивановича. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. В 2018 год для окружного института уполномоченного стал точкой роста в правозащитной деятельности. На очередной сессии регионального парламента уполномоченный по правам человека в Ненинском округе Лариса Сверидова представила ежегодный доклад о своей деятельности. В итоговом документе отражены основные проблемы соблюдения конституционных прав и свобод человека в регионе за 2018 год. В докладе содержится мониторинг правозащитной ситуации, итоги личных приемов граждан и встреч с активами окружных социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение года предметом пристального внимания уполномоченного были права разных категорий граждан. Лиц с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц, находящихся в условиях лишения свободы, мигрантов, малоимущих граждан, пенсионеров. Жители региона в первую очередь волнуют жилищные вопросы. Это почти 80% обращений. Жилищная проблема, как и в прошлые годы, занимает первое место по количеству обращений. Их поступило 56. Предметом обращений стали вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, благоприятные климатические районы, капремонт многоквартирных домов, обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Всего в прошлом году было рассмотрено 297 обращений. Больше всего обращений получено от жителей города Нарьинмара – 126, из сельских населенных пунктов – 67. С каждым годом растет количество обращений, полученных через социальные сети. 38% обращений затрагивают тему нарушения трудовых отношений, нарушения трудовых договоров, задержки заработной платы. В рамках обращений работников об анкрутившихся Нарьинмар-Строе и оленеводов СПК Индига об оказании содействия в восстановлении их права на выплату заработной оплаты, уполномоченный принял непосредственное участие в решении вопроса о погашении задолженности. Значимыми для жителей региона встали также вопросы охраны здоровья и качества оказания медицинской помощи. В 2018 году в адрес уполномоченного поступило 28 обращений по вопросам обжалования, действия либо бездействия руководства лечебных учреждений и врачей. Доступность и оказание медицинских услуг узкопрофильными специалистами, точность и установление диагноза, назначение лекарств, реабилитация детей и взрослых с речевыми отклонениями, отсутствие профессиональной подготовки в работе с пациентами, преклонного возраста, равнодушие. Пациент длительное время находился в лечении в больнице с бытовой травмой, а выздоровление не наступало. Обращение к лечащему врачу и руководству учреждения было безрезультатным. Совместно с профильным департаментом была проведена проверка фактов. Пациент был направлен в ведущую медицинскую организацию страны, где был прооперирован и выздоравливает. Затрагивая медицинскую тему, депутаты задали вопрос амбунтсмену относительно питания в медицинских учреждениях региона. Неоднократно на страницах и пресс, я думаю, только ленивый не знал эту проблему медфуда, которая потихонечку начала решаться. Такой вопрос, были ли к вам обращения? Нами было внесено предложение отказаться от ланчбоксов, вести жесткий контроль и видеонаблюдение в зоне готовки, потому что на сегодняшний момент мы имеем две проблемы, когда наши студенты наших образовательных учреждений приходят и их берут на работу. Вот почему я обозначила проблему качества образования среднего специального, потому что готовят наши ребята, трудоустроены наши ребята, и от смены к смене качество готовки изменяется. На одну смену жалуются пациенты, как готовится и какое качество пищи, в другой смене претензий нет. Также в докладе было отмечено, что в 2018 году повышенное внимание правозащитников было обращено к проблемам коренных малочисленных народов Севера. В свою очередь депутат Матвей Чупров поблагодарил обмудсмена в оперативном решении проблемы. Когда в Тундру у нас поставлялись лекарства для лениводов, некачественные и просроченные, вы очень активно подключились, вопрос был действительно решен, вы очень хорошо отработали с профильным департаментом, действительно сейчас у нас аптечки с просроченным лекарствами больше в Тундру не поступает. В 2018 году получили развитие инициативы уполномоченного, в том числе проект «Арктическая школа права как ресурс развития Ненецкого автономного округа», который вошел в федеральный правопросветительский проект «Школа правозащитников», реализуемый под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Доклад о проделанной работе за прошлый год на сессии представила и детский омбудсмен. Напомню, Галина Гуляева в должности уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе работает с декабря 2018 года, сменив на этом посту Римму Галушину. В своем докладе Галина Гуляева отметила, что с каждым годом количество обращений к детскому правозащитнику растет. Это говорит о высоком доверии населения. Так, в 2018 году в адрес омбудсмена поступило 266 обращений. Из них 34 обращения по вопросам охраны здоровья и медицинской помощи. В настоящее время в детской поликлинике Ненецкой окружной больницы вакантны следующие должности. Врач-педиатр участковый – два, врач-невролог – один, врач ультразвуковой диагностики – один, врач-педиатр школы и детские сады – пять, отоларинголог – один, травматолог-ортопед – один. Итого 11 вакансий. В связи с чем рекомендую принять исчерпывающие меры по укомплектованию вакантных штатных должностей в детской поликлинике Ненецкой окружной больницы. Особое внимание в работе уполномоченного по правам ребенка уделяется детям-инвалидам и с ограниченными возможностями здоровья. Одна из рекомендаций дана по группам компенсирующей направленности в детских садах. В настоящее время в эти группы производится набор детей с пяти лет. Между тем, по словам Галины Гуляевой, очень важно приступать к развитию особенных детей намного раньше. Рекомендую рассмотреть вопрос о наборах детей в группы компенсирующей направленности в дошкольных образовательных организациях с трех лет. В докладе подробно изложена информация по центру ДАР, в котором доступная среда для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не может быть создана из-за его архитектурных особенностей. Галина Николаевна также обратила внимание на то, что информация о количестве детей-инвалидов в Ненецком округе у разных источников существенно отличается друг от друга, что в целом создает неотчетливую статистику. Так, по данным Управления социальной защиты населения, на конец 2018 года 212 детей-инвалидов, Управление здравоохранения 261 ребенок-инвалид, Пенсионный фонд 216 детей, Бюро МСЭ 158 детей. То есть мне, например, непонятно, сколько детей-инвалидов у нас в округе проживает. В связи с чем считаю, что в целях единого подхода необходимо проводить регулярные сверки детей-инвалидов, стоящих на учёте того или иного органа. Один из важных вопросов, отражённых в докладе, касается увеличения количества детей в детском доме. По мнению детского омбудсмена, это связано с высокой алкоголизацией жителей округа. В качестве рекомендации детский правозащитник предложила проработать вопрос о создании на базе ТОСов образовательных организаций в крупных населённых пунктах округа, в том числе в городе Наринмаре, клубов для детей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, привлекая действующие в округе инструменты финансовой поддержки. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В ходе очередной сессии депутаты окружного парламента поддержали ряд социальных законопроектов. В частности, во втором чтении принят законопроект о поправках в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненинском автономном округе, касающейся бесплатных путёвок. Кроме того, внесены поправки в окружной закон, позволяющий родителям или родственникам детей оленеводов сопровождать их к месту учёбы и обратно за счёт средств окружной казны. Во втором окончательном чтении окружные депутаты приняли поправки, которые позволят родителям или родственникам детей оленеводов-кочевников сопровождать их к месту учёбы и обратно за счёт средств окружной казны. Представленным законопроектом предлагается предусмотреть возможность сопровождения детей, обучающихся по программам начального общего и основного общего образования их родителями, законными представителями и близкими родственниками, такими как бабушка, дедушка. Аналогичную гарантию предлагается предусмотреть в отношении родителей детей-инвалидов. При этом необходимо отметить, что при одновременной перевозке детей, нескольких детей из одной семьи, право сопровождения предоставляется только одному родителю. Кроме того, аналогичное право будет предоставлено и студентам-очникам, но только до ближайшего населённого пункта. Ранее сопровождать детей могли только родители. В ходе работы над законопроектом на постоянной комиссии по делам Ленинского и других малочисленных народов экологии и природопользования рабочей группы, которая была создана, были урегулированы все вопросы. И также при работе над изменением мы значительно расширили круг лиц, которые имеют право сесть в школьный вертолёт. Такое право появилось у нас у студентов. Уважаемые коллеги, за каждым ребёнком, который летит в тундру, это не просто организация его отдыха, это реальный вклад в поддержание традиционного вклада жизни в нашем регионе. Поправки также внесли в окружной закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статья 6 дополняется указанием о предоставлении жилого помещения по заявлению ребёнка-сироты в письменной форме, а также предусмотреть ограничения по количеству жилых помещений в виде квартир, которые предоставляются детям-сиротам в одном многоквартирном доме, это не более 25% от общего количества квартир в этом доме. Данные изменения были внесены в федеральное законодательство. Что касается изменений в законопроект об обеспечении бесплатными путёвками, они предусматривают возврат права на оздоровление за счёт окружного бюджета детям, имеющим вторую группу здоровья, а также увеличение возраста детей с третьей, четвёртой и пятыми группами здоровья, имеющих право на получение бесплатных путёвок для лечения. В целях учёта мнения и предложения семьи, имеющих детей, проектом предлагается дополнить закон нормой, предусматривающей право на получение один раз в три года за счёт средств окружного бюджета социальной выплаты на компенсацию расходов по приобретению путёвок, расположенной на территории Российской Федерации санаторно-курортной организацией для детей в возрасте от 4 до 15 лет, включительно, имеющих вторую группу здоровья, постоянно проживающих на территории округа и нуждающих по медицинским показаниям санаторно-курортным лечением. И одного из родителей, лица его замечающего, близкого родственника, сопровождающего ребёнка детей в размере фактически принесённых расходов, но не превышающий предельный размер такой компенсации. Законопроектом также предусмотрено авансирование компенсации расходов по приобретению путёвок, а также увеличение возраста детей, имеющих право на бесплатные путёвки с 4 до 12 лет для детей, имеющих третью группу здоровья, с 4 до 15 лет с 4 и 5 группой здоровья. Изменения коснутся и организованных групп детей, имеющих право на бесплатные путёвки. В связи с увеличением возраста детей, имеющих право на получение бесплатных путев в санаторно-курортную организацию для лечения совместно одним из родителей, проектом предлагается установить для организованных групп детей возраст 13 до 15 лет, включительно для второй и третьей группы здоровья. Также единогласно во втором чтении депутаты приняли решение о внесении изменений в окружной закон о поддержке многодетных семей. Теперь ежегодную компенсацию на подготовку к школе могут получать и школьники 10 и 11 классов. Кроме того, в настоящий момент рассматривается положение о сроке подачи заявлений на данную выплату. Проектом предлагается установить дату до 30 апреля включительно. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Председатель окружной общественной палаты отчиталась перед депутатами собрания Неницкого округа. Мария Крупенькина представила доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Неницком округе в 2018 году. Доклад председателя общественной палаты затрагивал основные направления работы данного общественного органа. Основным институтом в развитии гражданского общества являются некоммерческие организации. В нашем регионе на сегодняшний день их более 170. Все они получают поддержку от региональных властей в виде грантов и субсидий. Так, в 2018 году 45 организаций получили субсидии. 9 социальных проектов получили поддержку фонда социальных грантов. По мнению общественной палаты, в регионе необходимо активизировать передачу части социальных услуг от государственных учреждений на исполнение социально ориентированным организациям и частным структурам. Для привлечения представителей некоммерческого сектора в реестр поставщиков социальных услуг необходимо проработать вопрос о повышении тарифов на соцуслуги, а также рассмотреть возможность участия в процессе исполнения части госполномочий предпринимателей. Активно заняться проработкой пилотных проектов. Это могут быть проекты в сфере дополнительного образования, ухода за гражданами, в сфере спорта, туризма и культуры. По итогам небольшого опроса, который общественная палата провела среди некоммерческих организаций, выяснилось, что НКО, например, готовы взять на себя исполнение госполномочий по оказанию юридической помощи или уборке дорог. Также в отчете отмечалась необходимость усиления работы общественных советов при органах региональной муниципальной властей, обеспечить взаимодействие между общественной палатой и советами. Кроме того, в 2018 году членами общественной палаты проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение жизни северян. Так, в декабре прошлого года прошел рейд по медицинским учреждениям города. По инициативе председателя палаты проведен форум «Доступность здравоохранения в Ненецком округе». Все решения форума в рекомендательном порядке направлены заинтересованным лицам. Решать вопросы доступности здравоохранения, по мнению общественников, необходимо комплексно. В том числе пересмотреть зарплаты медицинских работников, решить проблему с нехваткой помещений, продлить срок аренды жилья для медиков с 5 до 10 лет или рассмотреть вопрос строительства в округе ведомственного жилья. Также предложено вернуть гарантийные письма, по которым пациенты, направленные на лечение за пределы Ненецкого округа, смогут приобретать билеты без собственных вложений. Председатель общественной палаты акцентировала внимание на проблеме алкоголизации населения, особенно подростков. Да, меры по ограничению продажи алкоголя подросткам существуют, но получается, что они либо работают очень слабо. Поэтому в данном направлении необходимо вести постоянную работу, а при необходимости вносить изменения в законодательство. Как одно из предложений окружных полицейских, ограничить работу в веселительных заведения Ненецкого округа до 2 часов ночи. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский, присутствующий на сессии, отметил значимость этой проблемы. По его мнению, налицо недостаточный контроль за такими заведениями, отсутствие штрафов владельцам за нарушение законодательства. Если мы не будем эту работу проводить, если мы не вобьем в голову владельцев таких заведений, что наказание за такие деяния неотвратимо, то мы, к сожалению, здесь, наверное, никакими иными способами не решим этот вопрос. Но и крайне важно, что, конечно, основная проблема еще и в том, что у молодежи в нашем округе сегодня недостаточно мест для современного, интересного проведения свободного времени. В связи с этим губернатор отметил, что в поселке Красное планируется переоборудовать здание старого детского сада под досуговые центры для молодежи. Среди приоритетных направлений деятельности в 2019 году Мария Крупенькина выделила дальнейшую работу в таких областях, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Депутаты городского совета обсуждают вопрос о присвоении улицы в Наринмаре имени Леонида Саблина. Народные избранники сошлись в позиции. Увековечить память известного в округе человека нужно, но в вопросе, достойна ли новая улица в микрорайоне Мирный имени Леонида Ивановича, мнения разделились. В итоге вопрос повестки минувшего заседания снят. Его рассмотрение перенесли на неопределенное время. Напомню, в ходе очередной 67-й сессии Совета городского округа город Наринмар депутаты решили доработать вопросы о присвоении названия имени Саблина вновь образованы улицы в городе Наринмаре и вернуться к нему позже. Я бы не хотела, чтобы лишние эмоции, которые сегодня распространяют среди населения, присутствовали. Поэтому, чтобы всем было понятно, хочу сказать, что действительно решение городским советом по присвоению улицы имени Леонида Ивановича Саблина было не принято депутатами, не хватило немножко голосов для этого. Со всем уважением мы относимся к Леониду Ивановичу, к его родным и близким. Мы прекрасно понимаем масштаб этой личности и не принятие этого решения не значит, что мы умоляем его заслуги. Это значит только то, что часть депутатов посчитала, что данному объекту присвоение имени этого выдающегося человека на сегодняшний день будет поспешным, потому что улица, она еще не оформлена как улица. Там еще не проживают люди, ее затапливают. И поэтому некоторые депутаты не видят и не понимают перспектив развития этого объекта как улицы на ближайшие минимум 10 лет. И считают, что имя этого человека необходимо присвоить более значимому объекту. Депутаты городского совета предлагают обсудить этот вопрос с привлечением общественности, ветеранов, родственников Леонида Саблина, выслушать все точки зрения и принять объективное решение. И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.